В последние месяцы углубился экономический кризис в Турции. Даже в средствах массовой информации пишут о падении режима Эрдогана. Какие сценарии вы видите, какие развития в Турции могут быть? Я не согласен с точки зрения, что Эрдоган находится на грани падения своего режима. Нет. Этот кризис, финансовый по своей сути кризис, я думаю, будет преодолен. Есть уже признаки того, что преодолевается. И то, что оппозиция предлагала, предлагает, чтобы в Турции произошли выборы. Я более чем уверен, что Эрдоган на это не пойдет. Выборы состоятся в намеченный срок в 2023 году. На этот год намечены и парламентские выборы, и президентские выборы в Турции. Это раз. Во-вторых, опросы общественного мнения, которых очень много бывает в Турции, большей частью показывают примерное равенство сил. И коалиции Эрдогана с Пантюркийской партией националистического действия. И основной оппозиционной силой коалиции Народно-республиканской партии, так называемой «хорошей партией». И партия, это название, такое партия. Тоже в значительной степени пантюркийская по своей направленности. Примерное равенство. Примерное равенство двух коалиционных сил. Хотя те же самые опросы показывают, что все-таки рейтинг Эрдогана самый высокий среди политиков Турции. Хотя уже есть политики оппозиционные, которые принадлежат к основной оппозиционной партии, Кималийской партии, Народно-республиканской партии, которые, рейтинг которых неуклонно растет. В частности, мер Стамбула, Исламоглу, такой динамичный, средних лет человек, он, по всей видимости, будет, по современному, по нынешнему состоянию, единым кандидатом от оппозиционных сил на постпрезидента. Хотя есть другие кандидаты тоже. И он более или менее, я думаю, способен конкурировать с Эрдоганом. Не забудем тот факт, что Эрдоган начинал свою политическую карьеру с поста мера Стамбула. И был довольно популярным. Но, тем не менее, я считаю, если исходить из особенностей нынешнего момента, учитывая также трудную экономическую и финансовую ситуацию в Турции, массовое выступление против правительства Эрдогана, даже учитывая все это, все-таки, мне кажется, Эрдоган имеет много шансов. Не сто процентов, но все-таки больше шансов победить и в парламентских выборах, и в президентских. Если ничего не произойдет экстраординарного. И еще одно обстоятельство я бы хотел подчеркнуть. Как показывают исследования, проводимые зарубежными аналитическими центрами, Когда ситуация экономическая или политическая внутри Турции становится напряженной, Эрдоган находит противоядие. Он ввязывается в очередную авантюру на внешнеполитической арене. Это происходило и в случае в Сирии, и в Ливии. И я не исключаю того, что и на этот раз, вот за этот период, который остается до 23-го года, до выборов 23-го года, Эрдоган предпримет какую-то очередную авантюру на внешнеполитической арене. Продолжение следует...